Приветствую всех любителей качественного звука. Сегодня я расскажу вам о нетипичной для нашего канала вещи, а именно об акустических системах. Речь пойдет о трех колонках от французской компании DVOLE, название которых «Фантом». Многие в современном мире сталкиваются с Bluetooth-колонками, а акустика DVOLE – это музыкальная система прямиком из будущего, которая заставит непреклонных аудиофилов пересмотреть свою позицию относительно того, насколько здорово может играть колонка размером с домашнюю хлебопечь, когда музыка на нее подается по Wi-Fi. Данный производитель рушит все стереотипы касательно классических аудиосистем. Компания DVOLE уже более 10 лет занимается разработкой высокотехнологичных аудиоустройств и на их счету более 100 патентов. Данная акустика собирается на современном заводе в Париже на полностью роботизированной линии. На сборку одного «Фантома» уходит всего 3 минуты, а в разработку проекта «Фантом» в 2013 году было потрачено 100 миллионов евро. В 2017 году «Фантом Голд» получил награду «Лучшая Hi-Fi инновация 2017-18» по версии ИСА. Колонка «Фантом» считается айфоном в мире Hi-Fi. В первую очередь они опровергают классический стереотип, что для достижения глубокого и мощного баса нужны огромные корпуса колонок и большие динамики. Команда DVLS совершила революцию в мире аудио. Благодаря их технологии Hear Bass Implosion вы можете не только услышать музыку, а самое главное – почувствовать ее. Достигается такой плотный и мощный бас, который акустика подобного размера ранее не могла отыграть. Основой послужили два сабвуфера, расположившихся по бокам колонки. Они симметричной конструкции, благодаря чему они могут гасить вибрации друг друга. Вся колонка собрана под большим давлением, и когда она играет, вы можете положить на нее руку, вы не почувствуете ни малейшей вибрации. Даже можно поставить стакан с водой, и он не колохнется, не будет никаких волн. Поэтому колонку можно поставить либо на стойку, либо на любую другую поверхность, и она отлично отыграет. Акустика Phantom способна отыгрывать ниже 20 Гц, что за пределами человеческого слуха, но зато мы не слышим данный звук, а чувствуем. И это чувство на уровне страха или происходящего чего-то сверхъестественного, что вызывает еще больше мурашек во время прослушивания музыки. Я слышал много акустических систем, и в целом систем с сабвуферами, с большими колонками, и немногие из них способны так зацепить и отыграть настолько низко и четко, чтобы просто замереть от впечатлений с отыгрышей челюстью. Но колонка – это не только низкочастотники. Есть еще и динамики, расположившиеся на передней панели. Они классической проверенной конструкции, коксиальной, где по центру находится высокочастотник, а вокруг него кольцом средней частоты. И все это собрали в сферическом корпусе. Да, это красиво, современно, дизайнерски, но при этом это еще и положительно сказалось на звуке. Благодаря такому расположению динамиков, вы можете не только находиться перед колонкой, и при этом перемещаться в помещении, сидеть в углу и слышать практически всю музыку без потерь. Качество изготовления корпуса на высочайшем уровне. Каждый шов, каждая деталь выполнены в идеале, как и полагается для акустики такой ценовой категории. Пусть вас не смущает глянцевый пластиковый корпус. На самом деле это прочнейший поликарбонат, который используют для изготовления шлемов для американского футбола. Поэтому колонка очень прочная. Но это не значит, что нужно играть ее в боулинг, либо колоть орехи. И колонка, она на самом деле не только из пластика. Внутри у нее сердцевина из литого куска алюминия, на котором закрепили все усиления и другие электронные элементы. Поэтому весит она на секундочку 11 килограмм при объеме в 6 литров. На задней панели расположился массивный радиатор для охлаждения и кнопка сброса и выключения колонки. Если же вытащить кабель питания, то на корпусе спрятались еще два разъема. Один оптический, а второй для подключения к сети. Да, акустика подключается к домашней сети по кабелю или же по Wi-Fi. Она поддерживает воспроизведение музыки по Bluetooth с поддержкой APTX. Также есть подключение по AirPlay. Очень удобным получилось воспроизведение музыки из внутренней сети. Запускаете приложение и можно увидеть все устройства, на которых есть музыка. И они подключены в одну сеть. Достаточно установить фирменное приложение Spark. Таким образом можно запустить музыку с вашего телефона. А следующий уже трек будет играть с домашнего сервера или просто компьютера, на который выкачан новый альбом любимого исполнителя. Но если вы не часто качаете музыку, а используете стриминг-сервисы, не расстраивайтесь, они тут тоже есть. В том же приложении можно подключить аккаунты Tidal, Spotify и пару других сервисов. Вдобавок получаем поддержку вашей iTunes медиатеки и даже интернет-радио. И все это в одном приложении. Первоначальная настройка очень проста. Скачиваем приложение на телефон или компьютер и следуем картинкам в приложении. Если делать все правильно, то через одну минуту у вас будет настроена колонка и можно приступать к прослушиванию. Тут же в приложении можно не только выбирать, откуда будет играть музыка, но и можно управлять громкостью колонки и даже переключать треки. И регулировать громкость в разных комнатах, если у вас несколько фантомов. Приложение простое и удобное. Для более комфортной регулировки громкостью советую обзавестись дополнительным пультом управления громкостью. Очень даже помогает в жизни. Представьте ситуацию, когда вы сидите себе, слушаете музыку на приличной громкости, и тут вам звонят на телефон. И для того, чтобы сделать тише, вам придется либо убегать в комнату, либо отключать колонку из розетки. А пульт взяли, порегулировали и смогли ответить на звонок. Тем более не каждый раз хочется брать телефон, включать дисплей и регулировать громкость всего лишь на пару делений. Так же, как и сама колонка, пульт сделан очень качественно. Да и его даже просто приятно все время крутить и регулировать громкость. Если же вы хотите подключить проигрыватель, телевизор, компьютер, либо другое устройство для подачи цифрового аудиосигнала, то можно использовать оптический кабель. К тому же, в каждый фантом можно подключить по разному источнику сигнала и в приложении переключаться между ними. Очевидным после прослушивания фантома становится то, что как бы хорошо не звучала одна колонка, но две колонки будут еще лучше. Да, это сферически всенаправленный корпус, но все же стереосигнал идет с одной точки. Но если вы подключите две колонки, вы получаете полноценное стерео левый и правый канал. Но на этом можно не останавливаться. Вы можете подключить 5 колонок, 9, вплоть до 24 штук. С таким количеством уже можно целый концерт-холл озвучить. Для подключения более одного фантома вам понадобится докупить вот такой маршрутизатор, который называется диалог. Благодаря ему вы можете уже сопрячь все 24 колонки, либо разбросать их просто зонально по квартире, либо дому. С его помощью можете создавать уже полноценные стереоканалы, располагать колонки полностью в разных комнатах, делать полноценную мультирум-систему. А самое интересное то, что вам не обязательно диалог располагать где-то в центре комнаты, чтобы он добивал до каждой колонки. Потому что вам нужно всего лишь отверстие Ethernet кабеля в доме, либо в квартире. Потому что подключив кабель к каждому фантому, он работает как ретранслятор. Конечно же не обошлось и без инноваций в усилении, так как акустика активная. И для того, чтобы отыгрывать всю мощь и контролировать динамики, был разработан аналогово-цифровой гибридный усилитель. Суть которого придать системе аналоговый, естественный звук, благодаря усилителю, работающий в самом чистом классе А. Помогает ему пара усилителей в классе D, просто поддерживая ток на необходимом уровне в динамическом диапазоне. Поэтому основной усилитель избавлен от чрезмерной нагрузки, что позволяет сохранить линейность характеристик выходного сигнала. В результате получаем мощный и при этом аналогово- и натуральный звучащий усилитель, который смогли поместить в колонку объемом всего 6 литров. На этом чудеса техники не заканчиваются, поскольку вся эта акустическая система работы с цифровым сигналом, соответственно, в ней есть ЦАП. И для максимального снижения цифровых шумов, используемый ЦАП PCM 1798 разместили прямо в ядре усилителя. А в золотом Фантоме улучшенная версия ЦАПа с еще меньшим количеством цифрового шума, что дает возможность услышать максимальный диапазон стунейной записи. Ощутив сверхмощный бас, можно подумать, что будет проблема с серединкой и высокими, но это вам не какая-то дешевая активная акустика. Фантом – это настоящий хай-фай. Все разборчиво и четко отыгрывается по всему диапазону на любой громкости. Средний не начинает кричать, а вверх резать уши. А благодаря высокочастотнику из титана у самой старшей модели Фантом Голд достигается максимально кристальная и четкая проработка высоких частот. Различие между Фантомами следующее. Классический, он же белый. Все динамики у него выполнены из алюминия и пиковая мощность – 1200 Вт. Звуковое давление – 101 дБ. Сильвер – также алюминиевые динамики, но мощность в пике уже 3000 Вт и звуковое давление уже 105 дБ. Данная колонка уже более громкая и с более массивными и драйвовыми низкими частотами. Способна отыграть вам в большем помещении квадратов 50-80. И, наконец, золотой Фантом. Драйверы у него тоже из алюминия, кроме высокочастотника. Тут он из титана, благодаря которому верхний диапазон уже более широкий – до 27 кГц. И невероятная мощность в пиках – до 4,5 кВт. И звуковым давлением – 108 дБ. Представьте, будто поставили мотоцикл посреди комнаты и раскрутили его двигатель на полную. Я не могу сказать, что данная акустика звучит так же, как системы за 20 тысяч долларов. Нет, но при этом она не сдаёт позиции. Но не стоит забывать, что для построения классической системы вам нужно акустика, усилитель, источник, цап, стойка и всё это расположить как-то ещё в комнате. А приобретая данное маленькое чудо, вы получаете готовую систему, которую достаточно просто подключить в розетку и сразу можно слушать музыку. Причём она неприхотлива к расположению в комнате. Конечно, для удобства можете докупить отдельно высокую стойку, низкую деревянную или даже при желании повесить её на стену либо на потолок. Сверхнизкие частоты фантома дают возможность не только услышать, но и почувствовать музыку на новом, ранее неслыханном уровне. А удивительно, детальные верха позволяют раскрыть всё богатство ваших любимых треков. Я уверен, что с этой колонкой, в песнях, которые вы уже слышали сотни и тысячи раз, вы услышите новые звуки. После 10 минут прослушивания музыки на фантоме, становится очевидно, что он стоит каждой вложенной копейки. Услышав данную колонку, она кардинально изменит ваше восприятие музыки. Но только в том случае, если подпишетесь на наш канал, поставите лайк и нажмёте на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. А послушать данную колонку вы сможете у нас в салоне в Киеве и в Днепре. В современном мире многие сталкиваются с блютуз-колонками, но акустика Дивиоле это... Спасибо. 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 Спасибо.